В этом районе глава города бывает часто. Пляжи все подготовлены, два из них получили голубые флаги. Курортники довольны, чисто, уютно, есть зонты, лежаки, а главное море чисто и уже теплое. Иностранцы для отдыха тоже выбирают Сочи. Казалось бы, все здесь идеально, даже построено 8 муниципальных туалетов, но глава города напоминает руководителям кафе и ресторанчиков в свои туалетные комнаты пускать отдыхающих бесплатно. А вот на соседней улице Урицкого замечаний много. Тротуар не помыт, много голубей, пачкающих зоны отдыха, скамейки тоже требуют хозяйской руки. А не когда парковая зона вдруг превратилась в незаконную стоянку для машин, используется не по назначению, делает замечание мэр. Есть ряд замечаний к тем, кто на своих придомовых территориях устраивает объекты торговли. У него ИЖС, он сделал под торговлю, и человек вообще незаконно здесь торгует. Такая выносная торговля на курорте под запретом, но она появляется то в одном, то в другом месте. Глава города просит общественников чаще самим контролировать свои территории. Тем более, когда выходы к морю преграждают хаотичные объекты торговли. А некоторые вообще умудрились из своих шашлычных дымовую трубу вывести в крону дерева. В результате оно может погибнуть. Но устранение замечаний мэр дал пять дней. Пляжи и набережные, они должны соответствовать стандартам. Стандарты подтверждаются голубыми флагами. А то, что мы продолжим работу по другим пляжным территориям, то это да. Поэтому мы не только... у нас 145 километров пляжных территорий, и все они должны быть вот такие, как есть. Стандартные, красивые, удобные и очень доступные для всех. Благодаря курортному сбору, старт которому был дан в прошлом году, удалось на набережную установить скамейки и сделать красивое освещение. Активный заезд туристов здесь ждут в июне. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...